Ильяс Челобаев. Сравнение по истории России. Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ. Ссылка на книгу в описании под видео. Общий рабовладельческий строй и феодальный строй. Тезис. При рабовладельческом строе и при феодальном строе неполноправные члены общества могут сочетать рабские и феодальные черты статуса. Обоснование. В рабовладельческом обществе и феодальном обществе среди зависимого населения могут существовать и категории рабов, и категории феодально зависимых крестьян. Например, в рабовладельческой Римской империи помимо обычных рабов существовали колонны. Это были прикрепленные к земле полусвободные арендаторы. В феодальной России наряду с обычными крепостными существовали холопы, то есть рабы. В рабовладельческом обществе и феодальном обществе одна и та же категория зависимого населения может сочетать в своем статусе как рабские, так и феодальные черты. Например, в Римской империи в период упадка рабовладения рабы юридически были рабами, поскольку по закону не имели прав. В то же время экономически они были феодально зависимыми крестьянами, колоннами, поскольку владели пикулием, условная собственность юридически записана на хозяина, а фактически принадлежит рабу. То есть земельным участком, орудиями труда, часть урожая отдавали господину, часть урожая оставляли себе, были в какой-то мере заинтересованы в результатах своего труда, а раб, заинтересованный в результатах своего труда, юридически может быть и раб, но экономически уже не вполне раб. В Российской империи в период упадка феодализма, переведенные на месячину крепостные крестьяне, юридически оставались феодально зависимыми, то есть по закону имели право вести свое хозяйство, владеть своими средствами производства, их нельзя было привлекать к работе на господина больше трех дней в неделю. Но экономически они стали рабами, поскольку потеряли свою хозяйство, должны были все дни работать на барщине у господина, а на корм получали месячный поем. Соотношение арабских феодальных черт и статусов внутри зависимого населения меняется в зависимости от этапа развития социально-экономического уклада. Например, в период расцвета рабовладения в Римской империи, рабы составляли основу экономики, а когда империя перешла к обороне и приток военнопленных на невольниче рынке иссяк, рабовладельческий уклад и основанный на нем Римской империи пришли в упадок, основная масса рабов была переведена на положение колонов, то есть формально рабы, но фактически уже феодально зависимые крестьяне. В период расцвета феодализма в России холопы не составляли основы экономики, поэтому когда Петр отменил холопство, экономика и государство не пострадали. В период упадка феодализма в России произошло резкое усиление эксплуатации крепостных, в том числе пресловутые месичины, так что формально они оставались феодально зависимыми крестьянами, фактически стали рабами. Проходите по ссылке, покупайте книгу.